то есть претензий к нам нет нет претензий нет смотри ладно мне те кто чуть выше меня нахватим не понравилось они наняли банду безоружных то такие это очень серьезные ребята они как называются банды безоружных то есть они не используются огнестрел ничего короче есть смысл их опасаться нам все равно в любом случае дали стресс ошки как ты говоришь он что делал дурак совсем чё надо здорово дорогу куда знаешь куда куда вашим пиздилем эти блять тихо тихо что вы хотите так давайте позвонишь звонишь тому человеку который именно попросил себя за нами так следите ребят всем привет в прошлом видео мы проводили сделку с бандитами и как бы немного их обманули но как немного мы отдали им пустой рюкзак вместо рюкзака где должно было лежать 3 миллиона короче таким способом мы смогли освободить друга за которого они требовали выкуп если вы вообще не понимаете о чем идет речь что просто перейдите на мой канал и посмотрите три предыдущих части видео и тогда вам все станет ясно по идее нам как бы должна быть жопа потому что мы отдали им пустой рюкзак вместо трех миллионов но нам ничего не будет он даже не будет нас искать потому что у меня есть друг который работает в полиции и он обещал мне как бы помочь с этим делом собственно у него это удалось и он смог через какие-то там связи подействовать на этого ивана и иван больше к нам претензий не имеет никакие три миллиона мы ему больше не должны как бы в прошлом видео мы по сути просто потянули время и смогли забрать нашего друга но при этом он все равно назначил встречу и хочет о чем-то поговорить я вообще конечно не вижу смысла ехать с ним на встречу потому что мы как бы все решили денег мы ему больше не должны он с нас ничего требовать не будет но чисто ради интереса ради контента я все-таки поеду с ним на встречу посмотрим что он скажет к сожалению я не могу с собой взять ром потому что он сейчас находится не в городе чисто для подстраховки я возьму своего друга али короче не будем терять время я отправляюсь за ли и уже на встречу с этим иваном только перед этим я пойду сделаю ставочку на 1xbet я очень часто поднимаю на этом деньги там всегда высокие коэффициенты большие выигрыши и быстрые выплаты мой друг оставит в комментариях ссылочка на этот сайт а также там будет промокод ведя который при регистрации вы сможете получить аж до 6000 рублей ну а перед началом видео не забудьте поставить лайк подписаться на канал и желаю вам приятного просмотра да он стоит может он к нам тогда в тачку сейчас посмотрим я не хочу я не хочу магазин я просто так себе погода я думаю что это безопасно диман сказал вроде как безопасности на встречу к нам претензий не имеет пойдем на присядь да давай так как я понял разборку на сегодня будет да нет разборок не будет а пусть начало насчет портфеля там был пуст но не меня тебе рассказ про надо смотри ладно мне позвонили вопрос уже решен с ребятами как мы поговорили там чуть другие ребята уже позвонили как бы то есть претензий к нам нет нет претензий нет смотри ладно мне те кто чуть выше меня находится мне понравилось понимаешь им деньги по-любому нужны мы с ним не поговорили что им это не докажешь им просто нужны деньги вот эти три миллиона которых и шла речь понимаешь они любым способом будут их добиваться их как бы это не волнует кто мы тут причем типа оружие то не мы занимаясь оружием андрей ты вроде как и но понимаешь они найдут себя и меня это я тебя гарантирую сто процентов все не будут просто два денег да 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 все правильно да да то есть такая ситуация я думаю нам нужно будет работать вместе это вот моя у тебя предложение я вообще просто не хочу ничем этим заниматься типа нахера нам это надо какой смысл нам и как бы это все закончили закончили вопрос прекрасно понимаю просто поймите это не только будет нужно мне сейчас это не понимаете попозже я думаю поймете просто они наняли банду безоружных кто такие но это очень серьезно ребятам безоружных типа за тупость звучит как пожидая звучит не очень звучит не очень работают они очень хорошо я с ним сталкивался просто и вот почему я сказал вот моя я буду задумал ситуацию мое предложение давайте поработаем вместе потому что это будет хорошо и мне и просто она поймете вы хорошо так но нам кажется перетереть бы сейчас скинул давай сейчас равно есть мой номер телефон ну да да есть тогда звоночек сделан ну давай давай мы подумаем перетрем и тогда уже себя наберем сюда без проблем узнаем что это за безоружное потому что у своих узнаете то уж ребят тоже непростые ну да сам понимаешь наш друг 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 с тобой доверие там типа не такой большой не у тебя ко мне не у нас сейчас я это все понимаю но я думаю у нас все получится потому что пойми правильно я это не навязываю это просто все поймешь дальше ну все хорошо я предложил думайте ребят сейчас времени говорю так что уже ваших интересовая мы просто сейчас немножко разносятся да мы подумаем сюда без выберем номер есть берете все хорошо давай ребят жду звонка давай давайте такая си херня мне кажется знаешь в чем дело мне кажется они его на бабки ставят он хочет нас типа к себе еще подманить так и есть короче пацана крупные проблемы но хочет нас в них силами может быть я тебе могу сказать то что он наверное уже нас в тяну то есть возможно он уже им передал информацию что это все из-за нас и так далее поэтому и все логично разговаривал он очень спокойно вич не как тот раз то есть создает нас деньги требовал сейчас после того как с ним из органов поговорили он вроде как бы уже успокоился к нам он претензий не имеет но как я понял на него давка идет друзья короче я немного своих знакомых поспрашивал об этой банде безоружных и как я понял они считаются как бы очень крутыми опасными чуваками и вроде бы они как бы наемники то есть их нанимают там как вышибал или что-то такое самое главное что у меня есть друг который оказывается когда-то давно был немного связан с одним человеком из этой банды и как бы он очень хорошо о них осведомлен сейчас я в общем поеду за али конечно не особо как бы хотелось бы его куда-то встягивать потому что он как бы к этому делу вообще не был причастен но ему просто тупо интересно сейчас разузнать немного об этой банде кстати ребят не забывайте подписываться на мои соцсети на инстаграм на вконтакте все ссылочки я оставлю в описании переходите подписывайтесь еще кстати ребят вы и говорит что у меня видео выходит очень редко и так далее в общем я решил завести второй канал чтобы делать видео в два раза чаще это для меня будет как такая мотивация что нужно грубо говоря вести два канала поэтому ссылочку на него я тоже оставлю в описании там пока нету видео но ближайшие дни на нем выйдет видео связанное с покраской машины али я подъезжаю к дому давай али я и и и и и и и и и такая вот маленькая неприятность у али случилось с машиной а как именно кстати можете посмотреть у него на канале что готов услышать короче к другу мы ему едем он как бы в информации владеет по поводу этих чуваков по поводу этой банды как я понял он когда-то был с чем-то связан там замешан ну да короче к нему нужно будет сейчас ехать так где завод короче где институт строителей вон там надо поехали да ну да так здорово то ли здорово по поводу короче слушаем тебя по поводу что это за пацаны короче смотри ты знаешь я с одним из них ну там раньше стоял сейчас он так на побегушку скажу служил в армии вот и ты с ним служил с этим чуваком у нас такие доверительные очень отношения до сих пор общаемся ну вот как там брат за братом друг за другом сестра смотри в чем фишка это даже не банды это как групп не группировка сообщество более такое они орудуют по всей россии даже не орудуют а по крупным городам раскиданы ну как такие очаги или точки вот их порядка где-то 800 где-то 800 человек нифига себе что за группировка блин это вообще как бы их раньше было больше сейчас они порезают это целый клан что ли блин ну типа того вот и они как называется банды безоружных то есть они не используются огнестрелы ничего они делают все грубо говоря палками любит и кассеты ну такое тупое оружие и при этом они опасны как-то сказать все зависит от того на кого нарвались есть мелкие сошки ну типа так алкаша присануть там сигаретку стрельнуть вот есть что не найду типа гопники ну типа да ну что-то типа такого вот а есть более серьезные дяди которые уже занимаются такими жирными делами там очень большие деньги крутятся и вот насколько я помню что у вас там триляма что ли триляма да но это триляма как 3000 рублей на то есть это херня ничего и понял их крышу это такие высокие дяди которым вообще лучше не соваться то есть ну короче есть смысл их опасаться нам все равно в любом случае дали сошки как ты говоришь они могут понимаешь если что-то серьезное вышка может на них забить не погоди а если вот ну мы при встретим с ними они вообще как ну по поединению вообще как вообще прям психопат то есть они идут как на разговор они в основном спокойные то есть у них такой жесткий очень отбор у них состав постоянно меняется вот но и как говорится в каждой жопе затычка тоже имеется ну короче хотя бы хотя бы блин с ним можно хоть как-то поговорить для хотя бы там для начала то есть в любом случае попробовать можно но сразу говорю ну боковать не надо прямо с налету ну я как понял они числом будут давить поэтому скорее всего их будет больше чем нас в любом случае если они даже у нас найдут да так а чё у тебя как канал то там ну такой себе дикторида не растет так ну раз уж ты нам помог я тебе ссылочку там на твой канал в описании оставлю если чё там ребята может перейдут подпишитесь у нас все равно информацию нормально так там ждал спасибо друзья ну а пока мы с Толяном более подробно обсуждали всю эту банду безоружную мне на телефон опять позвонил Иван и сказал следующее алло я же вас предупреждал я же вас предупреждал я же вас предупреждал я же вас предупреждал а эти пацаны а кто еще они самые ну а счет решил что они нас ты ищут и зачем типа им мы вообще а а нормально не могу давай я сейчас тебе скину координаты встретимся там и обговорим все так а нам то это зачем смысл нам с тобой вообще встречаться и ехать куда то потому что это в ваших же интересах в наших а в чем наш интерес вот встретимся и поговорим друзья на днях можно ну а для поддержания осанки используется подушка под шею и поясницу так же от тандар x мне пришла клавиатура мышь и наушники эти девайсы хорошо подойдут чтобы играть в игры а в наушниках просто офигенный звук кстати прикольно что есть сменные насадки для ушей из другого материала по промокоду hyip20 вы перейдя по ссылке в описании сможете заказать кресло и другие девайсы со скидкой в 20 процентов переходите заказывайте но я пошел монтировать ролик и играть в шутеры а вон он стоит смотри сними с нами еще какая-то машина едет ну ка ну ка я понял я просто стараюсь молодой сейчас уже слежка просто не не ему похер от билами не за нами а вот и вон чем сядет да не знаю пойдем увидим что не он садится допустят что на улицу погода здоров парня здорово что опять опаздываем опаздываем так что не понял я ни хера но обограли но полностью все обчистили понимаешь ничего не оставили ты уверен что это те пацаны о которых ты говорил ну а кто еще больше некому понимаешь я больше ни с кем а что с тачкой твоей почему не на тачке ну потому что я начинаю спускаться как раз вам звонить смотрю вокруг нее как они уже ошиваются да да там пять человек у него ходили они себя назвали как-нибудь нет а себя они назвали как-нибудь нет ничего ну это та банда который ты говорил да 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 я победил я сто процентов парк ууууууууууууууууууууууууууух titicin iiiiiичи и что делать с нам потому что как я понял тебе от меня все равно что это нужно в любом случае теперь и раз уже мы приехали то значит на у нас выход это до особо нет ну но парней я наверное думаю сейчас нам нужно работать уو уууууууууууууууууууууууууууranchиссию Ладно, давай поехали, сейчас в другом месте посидим. Да, давай, потому что мне в бассейне не вариант. Решим. Надейся, что ему нужны были деньги, иначе это будет. Блядь, он что делал, дурак, что ли, совсем? Блядь, у нас нет времени на это хуйню. Надо добить, может, просто какой-нибудь дрифтер сраный, блядь. Нет, что там. Что он хочет тут, блядь? Что надо? Ребят, здорово. Здорово. Не подскажете? Дорогу. Куда? Знаешь, куда? Куда? К вашим пизделям. Нет! Эти, блядь! Тихо, тихо, блядь! Стой! Что вы хотите? Давайте сначала выясним, вообще, что вы хотите. Ну, блядь, вы кто-то. Ну, я думаю, вас вообще не должны ебать. Вообще, когда нас нашли, нас должно это ебать. Что вы от нас хотите? Знаешь, что я скажу? Спросите своего друга, как вы... Ну, во-первых, он нихуя не друг, а во-вторых, над вами кто стоит? Ну, я думаю, это тоже вас не должно ебать, потому что я приехал именно вот за тобой, тобой, тобой и тобой. Парни, вопрос за деньгак, давайте решим нормально. Ну, ты скажешь, что вообще дело не в деньгах. Я пришел как бы с пацанами чисто за вами, чтобы вы... Ладно, вопрос, ну как вы сейчас нас нашли? Ну, ты же знаешь, что... Ну, ты же знаешь, что... Что значит, что вы за нами пришли? Вас нанял человек, которому мы должны 3 миллиона. Который за нас, точнее, проебал 3 миллиона. Ну, как тебе сказать, ты понимаешь, что мне ни в ночи, ни в деньгах дело. Мне чисто заплатили за то, чтобы я за вами приехал, но... Сейчас мы как бы быстренько с вами разберемся и... Так погоди, ты можешь позвонить своему вот этому, кто тебя нанял? Так, давайте, пацаны, давай. Давай ты позвонишь тому человеку, который именно попросил тебя за нами, так сказать, заследить и с нами разбираться. Давай ты через него поговоришь, объяснишь. Скажи, что мы найдем 3 миллиона. Да, что мы здесь, может, ты нам... Проправляем, решим этот вопрос. Давай, сейчас я позвоню, решим. Все, давай. Давай, давай. Пацаны, дайте нам 2 минуты, мы тоже обсудим кое-что, мы никуда не уезжаем, тачка вот. Пойдем. Давай свалим. Что делать, надо сваливать. Вариант так. Не знаю. Во-первых, смотри, у тебя машина-то все-таки побыстрее будет, мы свалим, мы свалим 100%. Мы ничего сейчас не решим. Мы не успеем машину залезть даже. Катаны. Получше, они один раз ударят по твоей машине. Нет, дело не в этом, мне кажется, мы тупо не успеем. Смотри, он стоит около двери. Это не просто так. Это точно вот эти ребята, да? Безоружные. Стоп, а сам я работаю. Давай один просто оттолкнет от того, который стоит у машины. И все. Я тебе больше скажу, если мы сейчас назад побежим, там сразу в горы. Там сразу в мороз. А там есть варианты. Ну что, а значит просто бежать сейчас. Пацаны, что, давай. Ле, хватит болтать. Раз. Давай. Стри, парни. Блядь, куда бежать? Бой, сюда! Направо. Оружия нет? Здесь ничего нет. Что может с этим за оружие? Тихо. Борисуй, блядь. Борисуй. 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 Валя. Сука. Валя. Я старый для этого Ты взял? Куда ехать? Куда-нибудь только блюдное место Хорошо Затеряться Затеряться Затеряться